Свой вариант профилактики подростковой преступности предложили полицейские Золотухинского района. Вместо компьютера и бесцельных скитаний дело для настоящих мужчин. Хоккейные поединки. Стражи порядка выходят на лед вместе с молодежью и демонстрируют преимущество здорового образа жизни. К слову, именно полицейские помогли возвести единственную в районе, приспособленную для игры, площадку. Об итогах спортивной терапии расскажет Кристина Кононова. Хорошо, что в свободе каток появился. Не надо далеко ездить, никуда. Раньше, чтобы поиграть в хоккей, семиклассник Миша вместе с отцом ездил в Курск. Бабков старше и сам любитель погонять шайбу. Глава семьи уверен, это отличный способ направить энергию в нужное русло. Чувствуешь себя настоящим мужчиной. Игра такая скоростная, будем так сказать, не мягкая, силовая в основном, подвижная. Обустраивали площадку всем миром. Инициативные местные жители, сами подростки и полицейские. Поддерживать в рабочем состоянии каток под открытым небом – тоже задача не из простых. Но с оттепелями и заносами молодежь справляется сама. Получается спортивная трудотерапия. Оторвали немножко детвору от компьютеров, оторвали от улицы. Дали возможность действительно почувствовать себя здоровыми, жизнерадостными и перспективными. Ну, поначалу даже, как в шутку родители, бабушки, нам говорят, Валентин Евгеньевич, разорил ты нас. Я говорю, как так? Так вот пришлось внукам коньки покупать, клюшки. Подогревать у молодежи спортивный интерес. Помогают стражи порядка. Меняют форму на хоккейную экипировку и выходят на поле. Пятерка и вратарь с каждой стороны – честный бой, а победа, как всегда, за дружбой. Это вырабатывает чувство мужества, чувство ответственности за команду. Человек, который играет в хоккей, на мой взгляд, он никогда не совершит ни преступления, ни правонарушения. В настоящий момент у нас преступлений среди несовершеннолетних за этот период в этом году не зарегистрировано. Детворе, увлеченные спортом, пакостить просто некогда. На катке работает освещение, поэтому утихают ледяные забавы только к полуночи. Мы спортсмены, мы не балуемся, ездим, ну, хоккей играем, любим этот хоккей. Каждый день играем до позднего вечера. И хоккей лучше, чем баловаться.